Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем первом вебинаре Директ-Академии. Я поздравляю вас. Прежде всего, хотел бы узнать, как хорошо меня слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если слышите меня нормально. Спасибо. Я хотел бы извиниться за такое немножко более объемное вводное слово, которое мы сегодня хотим сделать перед нашим вебинаром. Но все-таки сегодня 1 сентября, сегодня начало нового учебного года, а у нас в Директ-Академии начало нового сезона. В связи с этим я хотел бы поздравить вас с началом. Хоть и говорят, что поздравлять преподавателей с 1 сентября все равно, что поздравлять ломовую лошадь с началом весенних полевых работ, но у нас в Директ-Академии все гораздо более радужно. Мы действительно рады вас вновь видеть. Я хотел бы отметить, что в этом году мы для вас приготовили массу новых интересных вебинаров, а также много новых курсов. Я хотел бы отметить, что у нас уже определены до конца ноября курсы. Шесть курсов, которые мы проведем в ближайшее время. И кто интересуется онлайн-обучением, пожалуйста, посмотрите вот здесь наши курсы. Чуть позже наша хозяйка нашей виртуальной комнаты, Татьяна Телегина, подробнее расскажет вам о предстоящих мероприятиях. Я хотел бы только сказать, что вас ждет многом нового и интересного. И хотел бы пригласить вас на свой вебинар, который состоится уже завтра, который будет называться «Как нам обустроить онлайн». Организовать онлайн, прошу прощения. Где я в том числе и расскажу подробно о наших мероприятиях в Директ-Академии, которые посвящены переходу образовательных учреждений на онлайн. Ну а пока разрешите мне свое поздравительное слово завершить и пригласить нашу хозяйку, хозяйку нашей виртуальной комнаты, Татьяну Телегину, для того, чтобы сделать вводное слово к... Вот, Татьяна, прошу. Я с вами прощаюсь, я остаюсь в чате, можете задавать вопросы, если они у вас есть. Всего доброго и хорошего вебинара. Спасибо, Павел Иванович. Большое спасибо за представление и предоставленное слово. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие друзья. Всех снеступышу без дно. Ага, громко. Немножко, да, немножко. Можно? Начинаем с настроек, как всегда. Так, сейчас со звуком как, коллеги? Слышно ли, видно ли, хотела сказать. Так. Сейчас попробую. Так, как сейчас со звуком? Поставьте, пожалуйста, плесики, напишите в чат, как слышно, как звук. Ага, у кого-то хорошо, у кого-то не очень. Еще тише, попробуем. Так, давайте вот так вот попробуем сейчас. Так, получше. Отлично. Пока лучше. Хорошо. Ну что ж, коллеги, со звуком стало получше. Надеюсь, с началом учебного года настройки у нас тоже настроятся, и все будет хорошо и без дополнительных затруднений. А сейчас я хочу вам представить наши ближайшие мероприятия. Несколько подробнее. Три ближайших вебинара, которые нас ждут. Ссылки и названия я вам кидаю в чат. Завтра мы встречаемся с Павлом Нуревичем. Поговорим на тему, как нам организовать онлайн. Тема достаточно актуальная в связи с началом учебного года и возможностью возвращения в дистанционную форму обучения. Третьего сентября нас ждет встреча с Ольгой Гаврелиной, кандидатом филологических наук, преподавателем, сертифицированным коучем, как написать статью от замысла до результата. Тоже достаточно актуальная тема, связанная с публикационной активностью. И заканчиваем нашу неделю. 4 сентября в пятницу встречи с Анастасией Пахаруковой. Продолжаем начатый в прошлом году трек вебинаров о презентациях, особенности разных сервисов и приложений для создания презентации. Вот такие три ближайших мероприятия нас ждут до конца недели. Более подробно на эти и на другие мероприятия можно будет записаться на странице с расписанием. Там же можно узнать расписание всех вебинаров на большой продолжительный срок и заранее уже туда записаться. Про курс Ольги Гаврелиной. Уже 15 сентября начинается курс по написанию текстов, с которым, как нам любезно Павел Юрьевич, сейчас пишет в чат. Можно будет познакомиться на вебинаре 3-го числа. И вот информацию об этом курсе я вам размещаю тоже в чат. И еще один курс, интересный курс, нас ждет в сентябре. 28 сентября до 15-го числа сохраняется льготная цена. Информацию об этом курсе тоже можно будет посмотреть по ссылке, которую я вам также размещаю в чат. Это курс «Практическая тестология. Как разработать тест для проверки знаний» от Татьяны Горишиной, эксперта-методолога по оценке качества обучения и оценки персонала и директора компании K2Telent. Вот такие мероприятия нас ожидают в самое ближайшее время. Запись этого вебинара, предвидя вопросы, еще раз повторюсь, обязательно будет вестись, так же, как и записи всех вебинаров. И через несколько дней, через некоторое время, она появится на нашем канале на YouTube. Ссылку на канал, где размещены все записи предыдущих вебинаров за предыдущие годы и записи вебинаров текущего года будут размещаться, я вам сейчас в чат тоже разместила. И все, кого интересуют наши онлайн-курсы, еще раз можно подробнее зайти на страницу онлайн-курсов и познакомиться, выбрать то, что у вас, те темы, которые вам наиболее интересны. По сертификатам, сертификаты за посещение вебинаров по традиции выписываются в течение вебинара и в конце я вас оповещу красной строчкой о готовности сертификатов и будет дана ссылка, где их можно будет забрать. Ресурсы презентации сегодняшнего вебинара любезно предоставлены нашим сегодняшним спикерам. Можно забрать их из вкладочки «Ресурсы» для тех, кто за лето забыл или не знает, где находится эта вкладочка. Справа наверху значок папки, по нему кликайте, у вас открывается вкладка «Ресурсы» и по зеленому значку слева от названия презентации можно ее скачать себе. Те, кто заходит со смартфонов, с гаджетов, не всегда эта вкладка есть, к сожалению. Поэтому лучше заходить с компьютеров, чтобы можно было спокойно забирать презентации. И на этом наша торжественная линейка сегодня заканчивается. И я хочу пригласить к нам в нашу вебинарную комнату нашего сегодняшнего спикера Константина Николаевича Костюка, генерального директора издательского дома «Директ-Медиа», учебно-методического центра «Директ-Академия». Константин Николаевич, добрый день! С праздником Днем Знаний! И предоставляем вам слово. Готовы вас выслушать. Добрый день, уважаемые коллеги! Тоже очень рад поздравить вас сегодня с Днем Знаний. Надеюсь, что меня слышно и со звуком никаких проблем нет в этот раз. Отметьте, пожалуйста, отлично. Вот, прекрасный день, который нас встречает, и хорошей погодой, но не такими простыми условиями. Мы снова с вами в таких отягощенных временем условиях. Я вижу, что лекционный зал сегодня полон, так что в этом расписании праздничного дня многие нашли щелку. Ну, и я надеюсь, что и тема сегодняшнего нашего вебинара, она как раз будет очень созвучна. Это, правда, не столько праздничное размышление, сколько, скорее, размышления проблемные, как всегда. Ну, и хотя звучит в названии «Наша миссия – Книга Знаний», подразумевая, что в своем вебинаре я расскажу прежде всего о наших проектах в области книги, книги, но на самом деле я понимаю тему здесь шире. Наша миссия подразумевается, миссия и ваша тоже, наша в самом широком смысле, всех тех, кто занимается книгой, образованием, чьей частью профессии она является. И поставить вопрос тоже я хочу максимально широко, тогда как ни сегодня, в День Знаний, имеет смысл задуматься, а что такое знание, знаем ли мы, что мы знаем, что мы знаем о знании. Вот, собственно, с этих вопросов вообще знание началось, как вы знаете. Мы обращаемся назад к истокам, к Сократу, который уже тогда выразил глубочайшую мудрость именно тем, что он осознал, что он ничего не знает. Ну и сегодня мы можем сказать, что мы недалеко продвинулись в самом серьезном этом смысле слова. Вот, и я бы хотел посвятить вот сегодняшнюю лекцию размышлением вообще о том кризисном состоянии. И этот кризис не просто на словах, а он очень очевиден для тех, кто работает в отраслях, связанных со знанием и с текстом. Вот этот кризис я бы назвал в первую очередь, конечно, кризисом текста, но он сопровождается кризисом в сложном положении и в книгоиздании, и в образовании, и, конечно, в библиотечном деле. И вот если просто как-то в цифрах этот кризис отразить, мы с вами, пример такой, мы с вами пережили карантин, можно сказать, очень долго сидели все дома, и можно по осени подсчитать цыплят, что показало сидение дома в плане потребления контента и медиаресурсов. Как вы знаете, какие-то вещи выстрелили. Ну вот Zoom, наше онлайн дистанционное обучение по Zoom в 30 раз выстрелило. Мы знаем, что потребление видеоресурсов, таких как YouTube, онлайн кинотеатры, тоже выстрелило в разы, до 3-5 раз наши крупнейшие ресурсы. А если говорить о книжных ресурсах, они все показали какое-то прирост, он сравнительно небольшой. Литрес, вот, самый крупный отчитался, ресурс мы ввели статистику. В общем, употребление книжных форматов в онлайн-форме поднялось совсем незначительно, ну, в лучшем случае, там, процентов на 30, а сама книжная отрасль, как вы знаете, почти все это время просто стояла. Вот, так что это не пустые слова, ну, а еще один пример, тоже показывающий тренды, куда мы идем, и что, собственно, мы хотим объяснить. Это рост, стремительный рост вообще онлайн-образования, дополнительного образования. Вот, до этой ситуации у нас в стране наблюдалось рост доп. образования в онлайн-формах более 40%. Я думаю, что коронавирус удвоил и утроил эти показатели, чего, конечно, не скажешь о классическом образовании, не вообще о тех формах знаний, в которых занимаемся мы. Так что, вот это, в частности, все свидетельствует о том, что серьезно меняется наше общество и меняются, соответственно, концепции знания, которые доминировали до сих пор. И мы с вами практически с молоком матери усвоили некую такую аксиому о том, что знание рождественна науке. Ну, и сами мы работаем в корпусе науки. Эта мысль нам очень близка. Вот я хотел бы немножко пересмотреть вот этот тезис и начать с того, что каждая цивилизация, конечно, выдвигала свой идеал знаний, свое понятие, концепцию знаний. И первый, кто именно вообще знание придумал, опять открыл. Возвращаемся к Сократу и античности. Это вот эпоха Древней Греции, Рима, эллинистической науки. Это довольно большой пласт, почти тысячелетие развития, начало нашей цивилизации с расцветом науки и культуры. Вот эта процветающая цивилизация выдвинула идеал знаний в понятие теории. вспомнил Пифагора, эти геометрические все построения, ну и, конечно, Аристотеля, Платона с его концепцией идей в этой области. Но буквально за несколько столетий пришло на смену на наших территориях Средневековья и идеал античной науки был полностью повернут, сменен на пьедестал, возведена идея науки божественного постижения, теологии. То есть истиной стало, собственно, только постижение божества. Все остальное, что античность считала наука, это уже стало таким баловством. Вот, новое время пришло и опять-таки сильно скорректировало, принесло новый идеал научности, который опирался уже на нам известные вещи, на эксперимент, теорию и базировался на концепциях рационализма и эмпиризма. Это научные парадигмы, основателями которых мы называем Галилея, Декарта, Канта и других, конечно, существует, собственно, до наших времен. В общем, благодаря этой научной, и в рамках этой парадигмы и было, знание было отождествено с наукой. До какого-то времени об этом даже не задумывались, а уже вот понимали как факт, но во второй половине XX века философы, ученые стали смотреть, научились смотреть со стороны и на это обстоятельство. И вот, в частности, Куна Фишер, науковед, выдвинул теорию о смене научных парадигм. Ну, собственно, то, что я примерно вот и описал в этой смене цивилизационных концепций. Вот, тем не менее, вот, выдвинув такую идею, никаких следствий из этого сделано не было. И, в принципе, плоти до всего дня как бы считается, что новых научных парадигм нет и знаний рождественной науки. Но так ли это на сегодняшний день, вот здесь я бы и хотел породить сомнения. Есть еще один очень интересный дающийся науковед Поль Фейраббент, тоже в те же времена, что и Кун, он принес тезис методологического анархизма, о том, что по большому счету любая методология, если она работает, она имеет право на существование. Вот тоже тезис, который больше вращался в философских кругах, философии науки, чем в реальной практике. Но как во всех идеях, сначала ее выдвигает, а потом она потихоньку внедряется в нашу жизнь. И вот на сегодня я бы сказал, что это как раз работающая концепция, только я бы ее определил уже не как методологический анархизм, а как методологическую толерантность. Мы живем под тезисом толерантности во всех сферах, и этических, в том числе, и научных. И вот это наша уже школа не запрещать и как бы принимать право на существование самых разных точек зрения, конечно же, оно не только в нашей бытовой жизни дало корни, но и вообще в глубинах нашего мировоззрения, а там именно и коренится идея, концепция знания. и помимо этого самой науки 20 века произошли очень существенные землетрясения, я бы сказал, во многих направлениях наука подступила к своим пределам, к пределам логики, ну, например, принцип неопределенности Гельденберга, где даже физика уже отказалась от каких-то ясных, понятных и классических принципов логики, границам материи, когда заговорили об антиматерии, границам пространства, когда заговорили о математических моделях многомерного пространства и так далее. а самая такая вот бомба, которая, я считаю, взорвалась на территории классической науки, это теорема Гёбеля о неполноте. Математика, логика, суть которой сводится к тому, что любая теория неполна, а это значит, что положения теории не могут быть доказаны, средствами самой теории. Нельзя внутри теории доказать истинные эти положения или ложные. Необходимо выходить вовне. Вот, собственно, которые, парадоксы логические и научные, которые и так обсуждаются. Ну, я бы хотел как раз обратить на это внимание о неком тупике научного развития, в котором, который обнаружен кризис замкнутой доктрины знания, основанной на понятии непротиворечивой единственной истине, которой и питается модель науки. и здесь бы, если снова возвращаться к каким-то общественным изменениям, я бы опять разделил две эпохи уже нашей цивилизации индустриального модернизма и постиндустриализма. Тоже не новое разделение, но сейчас очень становится ясно, что вот этот образ науки нововременной, он как раз хорошо укладывается в конструкцию индустриализма и с этим образом построение все более высокого, стройного, мощного здания науки. Ну вот по образу нашего главного корпуса МГУ. Постмодернизм после войны питался другими интенциями и стремлениями и стал учить нас думать иначе. И я бы сказал, что одна из его ключевых интенций и миссий оспаривания ключевой функции науки быть основой мировоззрения. можно даже так сказать, что наверное с какого-то момента мы должны перестать считать, что наука не только основа знаний, но и основа нашего мировоззрения. Здесь конечно со мной будут спорить. Ну вот я и попробую развернуть цепь своих обозаключений. И в частности вот этот вот образ науки индустриальной эпохи он как раз ложится на эпоху доминирования естественных наук, которые главная задача, которых было обосновывать и побуждать развитие технических наук, которые собственно и помогли нам произвести технологический рывок и обеспечивать развитие техники, что и было основной миссией индустриального общества. постиндустриальное общество, как мы знаем, оно развивается совсем другими интенциями и мотивами. Это общество услуг, общество человечества, творчество, общество какой-то персонализированной деятельности. и собственно это приводит в конце концов к тому, что мы называем информационным обществом. И построение знаний в информационном обществе мы можем это уже видеть иное. Его основа составляет не опыт, как мы привыкли в классической науке а данные информационные прежде всего цифровые данные. И вот это уже мой тезис в информационном постиндустриальном обществе знания в нашем таком смысле по которому мы живем которым мы руководствуемся не только там в учебниках а прежде всего в нашей жизни вот в информационном обществе знание не является наукой. А тем же оно является. Ну вообще что бы сказал представитель нового времени если бы столкнулся с современными объемами данных это бы я думаю что это было бы просто для него очень неожиданно и неподъемы он бы их не признал. я бы вот здесь в качестве своего аргументации обратил внимание опять-таки на эволюцию понятия числа которое происходит вот и заметно в нашем информационном обществе. В научном классическом миросозерцании число это выражение точных природных идеальных соотношений соответственно наука строится во многом как совокупных законов отражающих разумность миропорядка коренящихся прежде всего в разумности и власти числа в современном цифровом неравоззрении число меняет вот эту свою сущность это уже это скорее отражение параметров реальных идеальных процессов число сегодня может мыслиться как элемент именно цифровых информационных потоков а не само по себе оно становится системой координат элементом big data то есть оно погружается как вы видите совершенно в другой контент и соответственно выявляет иную свою сущность и вот знание тоже в цифровом мышлении это фиксация данности некой траектории в потоке информации вот так бы ее я определил ну и если вот такими грубыми чертами мазками двигаться вот я бы выделил три такие три области где происходит вот эти изменения если в научном мышлении ключевой критерий истинности то в информационном поле это критерий разрешимости соответствует ли знание заданным по раннему теории или нет то есть многие наши понятия информационной трактовки они коренятся в том как выстраивать понятие информатика еще одно уже совсем из другого другого еще один критерий истинности научного зрения это корреспонденция то есть соответствие реальности и идеи моя точка зрения что вот эта концепция корреспонденции истинные уступила концепции ее конвенциональности и благодаря этому на первый план это опять-таки понятие постмодернистов выводится симулякор как некая идея о которой нельзя решить разрешима она или нет является ли истиной или вымыслом и на принятии вот этого критерия истины издеждится наша всеобщая толерантность сегодняшних дней ну и наконец третье место науки в информационном поле заняла программа или программа а под программой я понимаю широк опять-таки скорее ее философское понятие спроецированное на нашу компьютерную эпоху это совокупность условий и правил при выполнении которых заложенные начальные данные приводят к ожидаемому результату ну другими словами в нашей реальности сегодня все программировано и мы радуемся и считаем правильным и истинным то что как бы реализовалось согласно заложенной программы программе ну это такие вот тезисы которые скорее повисают в воздухе требуют дальнейшего глубокого обоснования которого я конечно в рамках сегодняшних лекций недавно тем не менее возвращаясь к нашей эволюции скажем так парадигмы знания пережили вот такую эволюцию в древнем обществе знание идентифицировалось мифами в классическом обществе знание идентифицировалось было тождественным понятием наук а вот в современном обществе знание постепенно трансформируется трансформируется в программы разного рода и разной природы и что еще является ключевым для фиксации вот тех грандиозных изменений которые происходят с нашим обществом и с нашим мировоззрением это его расщепление ну я исхожу из того что в принципе классический образ понятия истины и все а именно на нем основа общества рухнула и сознание ну в первую очередь сознание исчез предел которым идентифицировалась полная и окончательная истина это всегда было понятие божества и его поддерживал комплекс эта религия как мировоззрение второй из мира исчезла инстанция которая бы отстаивала соответствие социального порядка этой истины а за верность этой истины всегда отвечали социальные институты церковь и карающие функции государства оно тоже поддерживало единство этого классического здания ну и наконец ушла иерархия представления которая сдеждилась на всех этих вещах и приводила это в единый цельный порядок в наш жизненный мир здесь я включаю и наука право этика то есть весь комплекс культуры вот иерархичность и взаимосвязанность их она тоже оказалась разрушена ну как говорил шекспир распалась связь времен но на этот раз мне кажется это распалась по-настоящему мы с вами оказались в социологическом релятивизме в котором действительно нет какой-то точки от которой можно было все строить на которую можно было все привязывать вот та истинная большая буква которая конечно прежде всего нужна для обоснования вот этого всего здания которое существовало и мы с вами перешли в общество эвристической толерантности в нем на самом деле мы живем уже в этих порядках и условиях все истинные имеют право на существование все знания имеют ценности при выполнении нескольких условий ну прежде всего если они не противоречат порядку вообще юридический аспект социального порядка если и если они формируются на основе социального правового духовного капитала то есть они не выдуманы не выдуманы они возникли в пустом воздухе а если они обоснованы всем нашим порядком жизни и вот это вот расщепление нашего мировоззрения я бы отразил в трех параметрах которым видно что это уже произошло первое мы с вами все стали меньшинствами пока еще о меньшинствах говорят о тех кого мало но на самом деле меньшинство это своего рода социальные сообщества признающие некие положения знания по сути дела это сект вот когда общество расщепилось на такие секты все стали меньшинствами и внутри каждой группы воззрения существует своя жизнь свой порядок и в целом главное что что отличает всегда сосуществование сект они могут друг с другом сосуществовать и не сильно не враждовать и более-менее друг друга понимать ну а главное что в каждом своя как бы истина свой первичный и основной пункт второй момент то что вот эти меньшинства общаются посредством сетевых коммуникаций сетей и вот то изобилие коммуникаций которые сегодня построены в сетевом обществе сохраняет распространяет эти знания разных форм и разных порядков ну и наконец языки это коды которые соединяют вот эти разно разбалансированные разнородные и автономные миры в наш общий единый мир коды на которых говорят различные меньшинства и различные мировоззренческие буквы как вы видите вот эти понятия специально взял из как результат наложения социального порядка который возникает именно на технологические основы нашего сетевого информационного общества то есть все происходит такой перевод социального порядка или симбиоз можно сказать социального порядка и технических форм в которых мы живем не только индустриальных производственных но и коммуникационных ну я попробовал вот в виде визуального образа перевести вот этот комплекс меньшинства сети языки в такой образ вот здесь вы видите компьютерные сети связанные между стал собой как самостоятельные некие миры вот на мой взгляд наше общество уже превратилось в такие мировоззренческие группы меньшинства которые образуют вот эти вот проекции компьютерных сетей построенных в информационном пространстве и вот собственно то изменение с которым должно считаться понятие знания это ключевое изменение потоки информации в тех потоках информации которые льются сегодня это тысячи и там десятки тысяч раз увеличение в этих потоках конечно знание меняет свою природу хотя всегда информации знания нашли в неком своем единстве что такое сегодня информация это поток в том числе и знаний но который в том числе и зашумляет знание то есть это некие такие золотые прииски в которых содержится золотой песок с вкраплениями знаний и вот чтобы извлечь этот песок знаний в потоках информации должны утверждаться социально юридически политически коммуникативно и дискурсивно происходит такая социологизация знаний знания то что в нашей жизни получает какое-то такое всестороннее обоснование может подать себя как знание я здесь выделил слово дискурсивно потому что это и проливает свет на то как это происходит но вообще спросим нужны ли знаниям обоснования связь с истиной конечно обязательно понятие знания на это опирается на свою связь с истиной но вот способ обоснования в потоках информации это то что мы называем дискурсом как раз попыткой обоснования дискурс это претензия и борьба за истину но не сама истина и вот в этом дискурсе может рождаться фейк я бы здесь выделил типологию трех семиотических режимов которых которые производят дискурс то есть в которых может оказаться информация знак симуляк фейк знак это действительно связь наших представлений с реальным предметом симуляк это как я сказал уже связь с таким предметом который трудно определить ну вот чтобы мы здесь в абстракциях не были например весь мир есть зло что это истина или ложь это симуляк это наше представление для многих оно является убеждением даже вот но это вещь которую невозможно проверить ну и фейк мы тоже живем сегодня когда это уже заведомая ложь но ее можно подать так что никогда не проверишь вот например выборы политические вот в этих режимах эти режимы производят дискусс и вот тут я уже бы взвел опять спорный но важный для меня тезис вот эту модель транслирует именно гуманитарные знания знания в котором нет и не может быть окончательной истины но в котором важен дискусс и это один из тезисов который я тоже хочу сказать что именно постиндустриальную эпоху моделью знания модель знания несет не естественная наука а гуманитарная наука и она становится задавалом а теперь немножко обосновании этого тезиса но я постараюсь здесь сильно вас не напрягать не углублять я просто сошлюсь на те кто ближе всего формулирует нашу вот эту точку зрения на которую на кого бы я сослался это прежде всего философы известных Абермос Карлотто Апель философы как я называю коммуникативного поворота вот ключевая книга критика коммуникативного действия эти философы обосновали дискурсивную теорию дискурсивную этику и в ряду вот этой дискурсивной теории универсальную прагматику в которой в частности утверждается принцип дискурса это опять-таки некая характеристика нашего общежития в котором все должно проходить через дискурс и дискурс является критерием и в социальной области и в этической и в мессиологической нормы могут претендовать на значимость только тогда когда они могут достичь согласия всего сообщества заинтересованных участников коммуникации то есть то что претендует на истину должно быть согласовано со всеми все должны это так или иначе принять согласиться и во всяком случае услышать вот это понятие согласованности это в рамках дискурсивной теории ключевой критерий истины и дискурс в этом подходе это как бы колыбель истины и хочу обратить внимание когда мы переходим на это понятие если мы согласимся что это именно так сегодня то мы шествуем дальше по этому коммуникативному повороту какое следствие из этого имеет значение именно для сегодняшнего нашего диалога ну скажем так что в классической науке основой и центром знания было логическое обоснование будем считать что Аристотель этому нас научил да второй мамонт в этой области Кант он все повернул в сторону сознания что знание опирается на акт сознания вот коммуникативные повороты которые связывают с Хабермасом и с другим он он ставит этот центр и акцент на речевой акт то есть не логическое обоснование не акт сознания а речевой акт которым и происходит дискурс вот вся эта все эти процедурные вещи обоснования таким образом колыбель истины науки знания это дискурс диалог дебат и те требования которые вытекают вот из такой постановки знаний требования для передачи знаний я их формулирую как три элемента первое знание должны быть высказаны в речевой форме это значит что они должны появиться в коммуникативном демонстрационном формате ну как модель лекции и вебинар они должны быть высказаны второе знание должны быть согласованы и встроены в логическую систему то есть они должны быть непротиворечивы и так далее здесь модельный формат статья или книга то есть знания должны быть изложены в виде непротиворечивой в виде некой книги некого текста ну и наконец знания должны иметь последователей это вот то социологичное знание которое я говорил здесь модельный формат это социальная сеть научная школа и другие формы передачи вот это я бы сказал три таких условия что становится и чему обязательно должно соответствовать знание если оно хочет быть знанием а не мнением как говорили древние греки и вот здесь я оставляю судьбу нашего общества знания в нем и мировоззрения да а перехожу вот к тому что было только что в пункте втором как тоже обязательно условия формы знания олицетворения его в форме книги и вообще что в этом новом по-сианске какое место займет книга ну прежде всего как вывод из того что я только что наговорил то что перевод индустрии знаний дискурсивный формат означает для книги плохую новость она девальвирует книгу как основного транслятора знаний то есть книга для дискурса для речевого акта мы с вами понимаем это не лучший формат и собственно этого достаточно для того с чего я начал свой разговор почему визуальный формат речевой формат так здорово прибавляет онлайн обучение и так далее а вот книга теряет свои позиции но тем не менее это это не меняет ее ценности как генератора абстрактных знаний то есть пункт второй как условия чтобы знание было знанием и тут важно я бы обязательно заметил не книга является формой знания а знание определяется формой книги вот то есть знание по большому счету не может быть иным чем книга не таким как книга и вот здесь вот некая такой вот забитый гвоздь который книгу оставляет на своем месте и как бы не позволит нам совсем уж релятивировать и потерять рассыпать знания а вот иные формы сообщений они транслируют иные формы знаний и по большому счету если переносить это например если у нас все знание перейдет в онлайн формат или в форму лекции то вывод из этого что знаний не будет ну непосредственно вот если я буду вот эти все вещи рассказывать только в форме лекции они никогда не станут знаний ну да вот вам может быть интересно будет кому-то еще послушать но чтобы это стало знанием нужно нечто еще и вот это еще дает обязательно книга книга это по сути дела зафиксированный текст и как я посвящал уже много своих других выступлений не буду здесь сильно распространяться книга это лаборатория абстрактного мышления вот собственно та жемчужина которая то абсолютное условие которое для которого нам книга ну ну обязательно нужна а вытекает это из нескольких простых свойств абстрактное мышление требует письменного знака и логической структуры то есть абстрактное мышление совместимо но не может уместиться в речевом акте в речевой форме вот в чем то и есть и абстрактное мышление соответственно не может существовать вне текста письменного и вне книги ну и третье в принципе если мы с вами будем только говорить или читать лекции мы никогда не научимся мыслить мы не будем знать что такое абстрактное мышление вот эту вещь я попробую обосновать в каком-то другом своем вебинаре но пока остановимся на этом будем сходить что это именно так книга нужна чтобы фиксировать знание ну и что это вытекает для нашей задачи построения области знания и его сохранения любое любая область знания может считаться знанием только тогда когда оно разложено на комплект учебников и книг да то есть знание имеет свое материальное выражение в виде некой там условно стопочки книг ну будем говорить не о стопочке архитектура знания реализуется посредством конструкции книг будем тоже о некой архитектуре этих учебников говорить и я бы еще использовал крупных форм для текста обязательно нужна для текста в котором живет знание обязательно нужны крупные формы здесь бы я отличил процесс построения знания от исследовательского процесса который находит выражение посредством статей то есть малых форм и здесь бы обратил внимание сейчас все что у нас называется наукой оно как бы концентрируется и утопает в статьях и для естественных особенно наук практически вся наука имеет выражение в статьях там в science и так далее вот я бы здесь вот эту пометочку сделал что это об исследовательском процессе идет речь не более того если потребуется формулировать знания статей вам будет недостаточно и вот в этом в образе статей этот комплекс никогда не обретет статус знания и его формы и опять-таки продолжаю вот это вот свое свой выпад против аудиовизуальных и речевых голосовых форм что эти формы способны только транслировать распространять знания но не создавать их вот и в каком большом объеме опции видеоформат и все эти лекции могут заменить книги книгу но знание само выкристаллизовывается именно в виде книги и именно внутри книги очищается от наростов которые ему придает всякие речевые другие формы коммуникации то есть если мы лишимся книги как упаковки мыслей то мы лишимся знаний ну и собственно приговор вот обобщение того что я сказал вместе с изменением технологий и общества меняется роль и место понятия знаний в нашей жизни так оно уже случилось знание отражает не достижение неоспоримой истины а совокупность базовых представлений в которых мы не сомневаемся и на которые опираемся в наши деятельности то есть знание не является тождественной истине далее науки с большой буквы это вот эти базовые представления которые определяют нашу жизнь общество информационных потоков и технологизированной коммуникации приводит гегемонии дискурса в ущерб к ним то есть это те тренды которые немножко меняют все всю нашу привычную традиционную ситуацию дальше моделью концепта знания в эпоху постмодерна информационного общества становится гуманитарная а не естественная наука вот и соответственно я прогнозирую рост дальнейший рост социального значения гуманитарного знания именно в корпусе науки в то время как сегодня многие со мной согласятся продолжается гегемонии естественно научного знания ну и множеству сосуществующих субкультур соответствует множественность истин знания не открываются в мире как некие там окончательные существовавшие до и поверх времен а разворачиваются вместе с миром поэтому знания социальны поэтому они всегда не окончены поэтому они живут в форме дискурса ну и как каркас что ли тот язык которым можно описывать именно современное социокультурное состояние знаний это понятие сети языки программы они составляют технологическую основу семиотики информационного общества ну и как вывод трансляция знаний в этом техническом мире не нуждается в книге книге остается функция фиксации и концептуализации знаний то есть скажем так роль книги сильно девальвирована до определенных хотя необходимых функций которую она играет ну и соответственно какие книги будут жить после всего сказанного мной останутся только те книги которые первые в области познания и науку несут в себе знания как твои выше скристаллизуют в себе знания вторая область где будут существовать книги область художественной речи которая содержит грант нарратив роман то есть некий текст который действительно может уместиться только в книгу а не вот эти все яндекс джен и остальное и третье в области информационной там где требуется упаковать информационные материалы в такую компактную материальную оболочку а именно в книгу то есть это область нонфикшн и в разных ее жанрах альбомы подарочные издания сборники детские издания и так далее ну соответственно книг станет намного меньше книгоиздательный рынок сжимается и будет сжиматься дальше что уже не так очевидно система образования будет обходиться в основном без книг мы это сами чувствуем на себе книги становится в нашем образовании все меньше дальше больше того мы с коллегами обратили внимание на то что в программе образования которую целевая программа принята у нас в стране вообще не вошло понятие библиотеки и книги третье соответственно библиотеки утратят свою ведущую функцию сохранения книг с надеждой на замену другими коммуникационными функциями его автором как документы их знаниями и творческой концепции где нужно зафиксировать их успехи и достижения вот четыре таких следствия кризиса знаний и кризиса книги я думаю что мы все их переживаем сегодня вряд ли кто-то будет отрицать что это происходит именно так но жизнь не останавливается в том числе и жизнь книги книга в старом виде тоже наверное не будет существовать и вот об этом я сейчас постараюсь рассказать в своем последнем блоке университетская книга и ее цифровая трансформация какая она что такое университетская книга если бы студенты были учениками и первоклашками было бы достаточно учебников даже было бы просто достаточно лекций преподавателей и в школе конечно книг требуется намного меньше как мы видим но студент не ученик и поэтому ему этого очень мало учебник конечно ключевой элемент для функции своими знаниями это мы уже с вами установили но и особенно в условии гегемонии дискурса учебник категорически недостаточен и архаичен он должен пережить коммуникативное обогащение и он сегодня на наших глазах это переживает то есть к нему добавляются все новые вещи которые раньше были слишком отдельны учебник это была просто книга а сейчас он становится вот эти элементы становятся все ближе ближе а в цифровом учебнике они вливаются о чем я веду речь но прежде всего это контрольно-опросный цикл это различные онлайн тесты практические работы и все прочее что было рядом вот оно порождает вливается в книги и порождает иную форму книги и в них как раз как правило и включается вот этот коммуникативный элемент на каждый вопрос должен следовать ответ а второе это форма самодеятельной деятельности студентов это их проекты рефераты дипломы лабораторные и так далее все это побуждает погружаться в широкие пласты научной информации и выходить за пределы учебника и даже ставится вот соответственно учебник растет нарастает и даже ставится вопрос может ли учебник переродиться в онлайн курс то есть его форму перейти в форму того же самого но вот в другой подачи видео онлайн курса вот это одно из интригующих экспериментов сегодняшнего времени и мы посмотрим в течение лет десяти что с этим будет тем не менее вот говоря об университетской книге зафиксируем что сегодня существует несколько типов изданий учебник учебное пособие монография тоже как обязательный атрибут инфраструктуры университетской книги справочники словари энциклопедии научные сборники научные переводники и так далее все это в форме книги но уже по моим словам стало понятно что все это не вмещается в форму классического книги и по сути происходит развитие и рост трансформации книги учебной книги в образовательную университетскую платформу что в этой образовательной платформе мы сегодня можем найти ну конечно учебник как компендиум знаний по определенному предмету но обрастая сервисами цифровым контентом как я уже сказал он превращается уже сложный цифровой организм и внутри платформе один отдельный учебник это как эмбрион в теле матери то есть он связан многими связан он питается вот этим внешним материалом то есть он не единица дальше области знаний рассыпаются по всему спектру человеческой практики и по всему университетскому курсу университетской программе соответственно возникает гигантский комплекс этих учебников жизнь университета может обеспечить только очень большой комплект учебников состоящий из сотен и тысяч учебных пособий ну и третий момент условия доступа к этим учебникам выполнение авторских прав технологических требований условий провоцируют рост новых аспектов и сервисов создание целой самостоятельной системы управления знаниями системы управления учащимися статистикой использования контроля знаний и так далее и вот мы видим что даже простая задача дать цифровой учебник сам по себе постепенно превращается в задачу создать образовательную университетскую платформу и это естественное развитие это не то что там где-то предписали сверху а сверху тоже предписали и конечно вы знаете что ЭБС электронно-библиотечная система они во многом формировались вследствие вот всех приказов там указов сверху но я бы сказал что эти воздействия они не более чем накладывали специфику причем интересное вот последнее вот это воздействие оно часто преследовали преследовало цели архаичные и совершенно традиционные но вот последний наш в гос 3++ из которого вообще исчезло понятие электронной библиотечной системы если задуматься он по сути дела просто продуцирует ну такую совершенно тривиальную архаичную базовую мысль что для каждой дисциплины нужен просто учебник не более того причем бумажным вполне удовлетворяет вот вот это требование которое как бы ну вроде не работает для ЭБС для образовательных платформ на самом деле оно породило целый импульс развития наших ЭБС и прежде всего в том что заставило как в левой колонке создавать целый комплекс целый организм в котором бы эти учебники по дисциплинам сосуществовали и могли использоваться вот тем не менее вот эта задача книга обеспеченности создала и свои вопросы на которые продолжают мы продолжаем искать ответы ну например должен ли для каждой дисциплины существовать свой учебник то есть предписано было еще несколько лет назад собственно за 30-летие или даже больше существования нашей системы образования никто не может обеспечить это условие для каждой дисциплины обеспечить отдельный учебник должен ли это быть собственный учебник преподавателя или университета или некий модельный учебник издательский который предназначен для всех тоже вопрос который сегодня определяет жизнь этой нашей отрасли потому что очень многие преподаватели вузы стремятся создавать свои учебники по своим курсам это следует тренду индивидуализации тиражи падают другой стороны качественный учебник он всегда является модельным не могут быть все качественные и существует рядом остается тиражный то есть учебник который для всех является примером и образцом третий момент который вот произвела приводит это требование книги обеспеченности стоит ли отказываться вузу от иной литературы которая не входит в книгу обеспеченность вот это вот этот пунктик поставил такой вопрос что ценность имеет только книги те книги которые вошли в книгу обеспеченность учебные программы остальные книги не имеют не играют роли вот от многих узов мы сейчас мы давно слышим именно такой тезис нам ничего не нужно кроме вот этих вот все знают что многие книги случайным образом окажутся в РПД другой недостатки так далее вот в общем в ГОС-3 плюс плюс с его нормой книга обеспеченности он породил свой вектор развития образовательных платформ которым мы руководствуемся не решив многие вопросы остав оставив но в то же время наложив вот такую специфику на нашу деятельность вот и отвечая на этот вопрос одним ли учебником жить я показываю статистику использования контента в нашей электронной библиотечной системе по разным типам изданий и вы видите да больше 50% использования ЭБС это учебные пособия хотя их у нас около 15% всего внутри контента но обратите внимание что все равно почти 50% использования университетской книги это не учебник тут жанров много около 20% это сугубо научная литература 5% студенческая работа 15% это профессиональная и специальная литература тут есть и школьная художественная разная литература находит свое место в учебной книге вот если конечно ограничить университетскую к ним учебникам а еще хуже ограничить учебникам которые входят в РПД то сразу давайте поставим вопрос о качестве образования что мы получим может ли вообще знание уместиться в учебник все что я говорил до этого нет не может вот и но тем не менее цифровой учебник он сам старается решить эту проблему он растет он развивается как настоящий организм эмбрион и вот в этой схеме я изобразил те направления его обогащение и развитие цифрового учебника по сравнению с традиционным в центре остается книга с ее текстом как было и раньше а вот по краям те новые аспекты и ракурсы которые прибавляются ну конечно это дополнение к книге например тесты или видео вот это все мы тоже стараемся на нашей платформе реализовать это сервисы работы с книгами там добавление выездных книг обеспеченность так далее это внешние связи которым становится доступна книге это например ее возможность разместить в соцсетях это ее размещение в интегрированных каталогах это возможность из книги сразу направить ссылки различные на другие тексты то есть гипертекст вот это целый целый комплекс вот таких сетевых взаимосвязей книги вот ну и четвертый блок это рекомендации то есть оценки читателей и специалистов что это за книга что с этим читают оценки лицензии и так далее то есть это совершенно разного рода сервисы как мы называем которые опоясывают цифровую книгу и превращают ее в некий новый организм ну и среди них я бы выделил две вещи и два ключевых сервиса во-первых привязка к каталогу с одной стороны раньше тоже всегда были библиотечные каталоги но на образовательной платформе цифровой книга непосредственно привязаны к каталогу и это вот близкая связь в один клик тесная связь она создает совсем другое отношение чем было раньше в бумажном каталоге который стоял там на полочках карточка ортотеку и книга которая стояла на совсем других полочках вот на вбс на книжной платформе это все рядом и таким образом создается цифровая топология в которой появляется некое пространство распределенное логистикой местонахождение движения книг то есть это электронное пространство в котором начинает жить книга книга приобретает место и она становится частью целого она немыслимо больше как единицы как отделенные соответственно и работает такая книга по-другому она работает через вот этот комплекс через это общее целое 2 второй ключевой сервис который меняет природу книги полнотекстовый поиск раньше можно не было листать книгу но никогда нельзя было вот захотев найти какое-то слово вот открыть и ты его уже нашел а сейчас это можно полнотекстовый поиск он сделал сделал текст сквозным он превратил все тексты библиотечные в некий сквозной смысловой массив то есть превратил это тоже как своего рода электрическое поле а не набор кирпичей бумажных вот и таким образом электронная библиотека внутри которой оказывается электронная книга это единство энергии смысла это уже совершенно новая сущность это когнитивная сеть где все связано со всем это уже меньше походит на склад бумажных предметов бумажных томиков сколько на работу нашего мозга в котором одно способно очень быстро связаться с другим когнитивная сеть основы модели которого является работа нашего мозга и вот этот вот вот эти вот опции функции они уже сильно подействовали на то как мы строим нашу науку как мы работаем с текстами и прежде всего это произошло в периодике я тоже уже не раз посвящал вебинары которым обращал внимание какие огромные социальные последствия имеет возникновение реферативных баз данных которые собственно строятся на то что раньше было тривиально назывался тривиальным понятием цитирования ну подумаешь что цитировал вот это изменило весь облик наших наук науки всю архитектуру университетского образования вообще институтов университетов в мире и книгах это еще не произошло но это будет происходить пока скажем так по сравнению с этими социальными изменениями произвела периодика электронным форматом мы первом классе но вот этот внутренний организм посредством смысловых связей а цитирование является одна из смысловых связей вот это все произведет не меньшую революцию полностью перекроит все что мы с вами сегодня думаем о библиотеках и то чем мы занимаемся информационная когнитивная сеть она вообще по другому направляет мысль чем ее направляла книга и поэтому мы будем ждать как мы этого еще не знаем но будем ждать революционные изменения нашей сферы еще впереди ну и собственно вот это все основные такие размышления которыми я хотел поделиться о понятии знания о понятии книги в цифровой среде а закончить хотел тем что вот руководству с таким представлением мы работаем уже около двадцати лет и конечно наша функция миссия в области книги знаний связана с ее технологичностью я показал о том что технологии они очень здорово все вводят в сторону в том числе в сторону от книги но книга и с нашей тоже помощью с божьей помощью в этом участвует и тоже очень активно технологизируется встраивается в эти новые когнитивные информационные форматы вот мы стараемся поспевать за ними и ловить тренды новые возможности запросы которые поступают к нам от системы образования и от других систем и в частности это все вы можете найти на наших цифровых платформах и здесь мы тоже имеем свое слово ЭБС строим не только мы но только наша компания действительно создает имеет свой подход к созданию ЭБС и вообще создала много цифровых платформ вот собственно я хочу вас просто познакомить уже методом простого перечисления что вы можете у нас найти какие книжные платформы мы над какими мы работаем сегодня первое чего нет наверное больше никого то что у нас много таких платформ и мы считаем что их должно быть много на одной платформе все это глупо собирать в одном интерфейсе почему мы пошли по пути развития разных тематических и отраслевых платформ ну во первых потому что разные потребители это разные рынки и нам так удобнее работать с продуктом для вуза нечего делать в школе поэтому у нас разные для школы и для вуза совершенно разные площадки во вторых тематическое единство литературы думаю что математику не очень интересно все время копаться в литературе которая посвящена там какой-нибудь биологии вот поэтому мы стараемся предоставить нашему пользователю кто бы ни был читатель или вуз тематически единство литературы то есть погрузить в те области знаний в которых он работает поэтому некоторые платформы например по иностранному языку они совершенно самостоятельно самобытны третий момент что мы сами начинали с универсальной концепции и университетская библиотека онлайн это и есть универсальная концепция как и сам университет концепция университета вот но завершаем мы это развитие концепции индивидуализации библиотеки то есть в конце концов для каждой библиотеки нужен свой срез отраслевой литературы и свой контент который не интересен а другое это информационный шум и вот имея ввиду вообще без перспективность универсальной концепции обращаем внимание на судьбу национальной электронной библиотеки вот эта концепция которая упорствует она так же как и мы началась вот с идеей универсального набора книг в принципе это конечно общая идея библиотеки как таковой но так скажем классической библиотеки да мы я считаю наши силы что мы уловили веяние времени и переставить а вот если упорствовать каждый раз перезагружается перезагружается все новые у нее витки но они все бесплодные и пока никого не убедили вот но и четвертый момент который нам важен и причина создание экспертной общности вокруг библиотеки нам важно чтобы в нее не просто приходили читать книги а по-настоящему работали и коммуницировали что вот этот вот дополнительный блок коммуникативный который мы прививаем книги чтобы он действительно был живой и работал это перспективы нашего долговременного развития не скажу что у нас здесь сильно получается в соцсетях вконтакте в инстаграме общаются гораздо больше но мы строим в этом направлении вот и тем не менее наши платформы это тоже библиотеки но как мы говорим библиотеки будущего ну а теперь кратко буквально перечислю какие у нас книжные платформы уверен что далеко не все не каждый из вас представляет наши книжные платформы университетскую библиотеку онлайн наверное знают все конечно это самый наш мощный продукт около 140 тысяч изданий и мы здесь через него пропускаем практически 50 процентов издательского потока вот в области книги знаний нонфикшен причем 49 тысяч изданий обращу ваше внимание представлены у нас эксклюзивно более 15 тысяч учебников 15 тысяч монографии аудиокниги большой блок переводики золотой фонд научной классики многое другое здесь вы можете найти есть еще одна университетская библиотека онлайн для спо это крупный сегмент университетской библиотеки существует отдельно от вузовского вузовской платформы но в том же интерфейсе и здесь уже набрано около 25 тысяч изданий учебные пособия и вся литература для спо сегодня сама активная жизнь и новые подписчики именно у формата спо 3 платформа который может быть не все из вас знают это платформа научных монографий называется она библия планет во многом спрос имеет зарубежных научных институтов и университетов но доступны и для россиян сюда не входят практически учебные пособия поэтому по своей стоимости она очень недорогая и доступна абсолютно для любого бюджета а содержит между тем около 70 тысяч изданий многие из них тоже эксклюзивные книга знаний для школы разумеется это совершенно иной сегмент иные издательства иные рынки иные книги вот наша особенность все кроме учебников учебных учебники это опять-таки самостоятельно даже среди школьного рынка а вот все что для школы 15 тысяч книг здесь вы найдете если вас интересует этот сегмент учебной литературы бизнес библиотека эта платформа у нас существует отдельно для предприятий около 15 тысяч изданий собрана для бизнеса и промышленности отраслевой литературы а вот мы уже от учебной перешли к профессиональной литературе а сейчас перешли к популярной научно-популярной это библиотека нон-фикшн создается создана специально для публичных библиотек здесь около 75 тысяч изданий и здесь на первом плане тематика соответственно каталог который интересует широкого читателя вот мы эту платформу предлагаем виде подписки для публичных библиотек и вот сентября как для отдельных читателей физических лиц как подписную модель нашего контента и эти же книги то есть популярные наушные популярные вы найдете в интернет-магазине книги знаний на directmedia.ru это уже просто интернет-магазин в отличие от электронных библиотечных платформ каждую книгу здесь можно купить но соответственно этот сегмент большой степени не пересекается с электронными библиотечными системами а вот еще несколько проектов которые у нас совсем молодые и юные буквально этого года и это уже уход специализацию первый проект арт-библиотека электронная библиотека по искусству сюда уже приходит контент сугубо по по этой тематике для тех кто интересуется искусством соответственно у вас своя стоимость свои форматы предоставления в рамках от портала еще один такой же специализированный ресурс ресурсный центр изучения языков он у нас сформирован как отдельный блок литературы для изучения иностранных языков здесь более 4000 изданий и по всем языкам и по древним и по современным здесь есть возможность доступа к эксклюзивному контенту например в виде издательства пирсен здесь есть мощная коллекция русский как иностранный в общем понятно что это совершенно иные книги и используются по иному чем во многих других дисциплинах поэтому он образовал свой самостоятельный сегмент и к нему можно получить доступ тоже самостоятельно в том числе и по по книжной покупкой ну и наконец еще один аспект работы с книгой цифровой который которым я хочу рассказать это работа с тематическими коллекциями научной классики то что мы показываю до сих пор виде платформ это как правило результат действия по технологии агрегатора мы собираем или контент от ведущих издательств распределяем их по каталогам в общем концепции классической библиотеки когда мы говорим о коллекции это совсем другой формат это скорее издательский формат формат серии мы берем за основу какую-то интересную важную тематику и собираем вокруг нее самую нужную востребованную интересную литературу точечно собираем так издательскую серию вот и вы можете видеть это получается что-то среднее между разделом и отдельной серии ну например русское зарубежье до коллекция которая собрала сотни лучших произведений нашей эмиграции или свод русских летописей это понятный коллег или всемирной истории лучшие книги по этой тематике вот таких коллег коллекций у нас уже более 100 и и они тоже очень важный момент для навигации книги в этом информационном разнообразии и потоки ну в частности например коллекция по евразийству это мощное течение русской философии в основном в эмигрантской очень много книг написано вот мы единственные по собрали это такую единственную коллекцию вот видите 42 книги в разных форматах можно получать недоступы вот в интернет-магазине в библиотеке нон-фикшн на эбэс университетской библиотеку онлайн в библиошколе это становится тоже доступно уже как такие экспертные серии ну и наконец вот фокусирую эту нашу деятельность по постепенному сбору и самых важных самых лучших книг практически последний проект наших книжных проектов который получил название книжное ядро русской культуры поскольку мы уже собрали очень много качественного контента в том числе в области классики мы единственный из эбс кто вот так систематически занимается классикой мы сформулировали это в понятии книжного ядра то есть вообще книги которые обязательно должны быть в каждой библиотеке не обязательно каждому прочитать потому что это все-таки речь там о десятках тысяч книг идет но каждая библиотека обязательно должна быть иметь это у себя и предоставлять своим читателям то есть здесь концентрируются все ключевые наши авторы ну например здесь есть практически все работы российских и советских академиков вот или здесь есть все наши ключевые писатели библиотека русской художественной литературы ну соответственно классика там по социологии по филологии по филологии философии языкознания и так далее и тому подобное по теологии ну не только классика но и те книги ведущих авторов которые сегодня являются нашими знаменами Солженицын Лихачёв и так далее вот так что надеемся что в таком формате наши работы наши коллекции привлекут ваше внимание в общем как вы видите мы проделали довольно большую работу в рамках своей миссии книга знаний и это развитие не спонтанное не просто набираем что-то да оно концептуальное и движется согласно тому как развивается и наше общество и наша наука и наши образовательные и библиотечные учреждения вот собственно я изложил вот все что у нас есть поделился с вами нашей кухни да надеюсь что было интересно и если вы можете как-то помочь в этой нашей работе тоже с удовольствием будем рады вашему совету экспертному участию ну и конечно подписки если оно востребовано значит вам захочется подписаться и работать вместе с нами так что благодарю вас за внимание вот сейчас взгляну если есть вопросы то я на них отвечу так про древнюю Грецию типу замкнулся мы снова в древней Греции просто технологии вне ну в каком-то смысле да мы движемся по одному вечному кругу вращение как говорил Ницше ну на самом деле много что изменилось я я старался все таки этот цикл разорвать но нас связывает да общая база электрон электрон так так коллеги ушли на занятия можно ли получить презентацию да презентация доступна вы ее можете скачать а потом сможете прослушать прослушать что я там договорил до конца ссылка на сертификат так как включиться физическому или юридическому лицу вашего ЭБС очень просто вот по координатам которые должны которые презентации на последней странице вы можете отправить заявку а можете просто прийти по да на нашу страничку которую указал библиокупру то что вас интересует и отправить письмо заявочку менеджеру со своими координатами с вами сразу свяжутся вот физическому лицу еще проще он может у нас пользоваться или интернет-магазином приведя на этой странице или библиотекой нонфикшен как я сказал приобретая подписку тоже отправить заявочку по сути дела подписаться подписаться можно самостоятельно физическому и библиошколе в общем приходите на страницу нашей платформы той бс которая вам нужна и вы там найдете информацию как получить доступ вот это уже сегодня не сложно вот в целом подписка платная но как правило всегда мы даем тестовый доступ и чем больше организации тем он больше ну один месяц как правило это обязательно так ну что ж вроде бы вопросы ответил как всегда это было рассчитано скорее чтобы слушать а не дискутировать хотя речь шла о дискуссии ну надеюсь что вам эти тезисы были интересны и приглашаю к другим своим вебинарам что такое гипертекст что такое цифровая книга ее судьба библиотеки в общем на протяжении всего года буду стараться углублять и вместе с вами постигать это сложное явление книги ну что ж благодарю всего доброго еще раз просьбуком и и и и и и и на в и впи в и на и на